приветствую всех друзья мои с вами базилио канал фрешлайф 28 и сегодня мы обсудим тему почему у нас бывают часто скачки веса летом и когда мы приезжаем куда-нибудь в отпуск поехали итак сейчас летняя пора когда я записываю это видео на сегодняшний момент у нас на дворе август субтропик где живу жуткая жара и я очень часто стал слышать и получать вопросы от подписчиков по поводу того что как так получилось вроде правильное питание выдерживаю все приехал в отпуск ничего поесть не успел с утра встал на весы плюс 2 килограмм да что же это такое там и так далее так далее так далее и наоборот когда человек приезжает к себе домой после отпуска говорит я вроде бы и на all inclusive не было и правильное питание и бегал и плавал и все уезжал нормально прилетел неужели так самолетная еда ну что же это такое то я так старался тащить плюс-минус при том колебания веса могут быть килограмма два-три то есть достаточно серьезный и так сейчас я отвечу на вопрос почему так происходит и самое главное спойлер да беспокоиться по поводу этого не надо итак как вы знаете что наш лишний вес это не равно жир да то есть когда человек говорят что вот он лишний там у него он жирный да это в общем то большей степени стереотип такой словесный оборот да ты жирный да примерно 80 процентов у нас это отеки лишняя жидкость самой вот чистый одипозной ткани ожирения чтобы она была стопроцентное ожирение весь лишний вес был бы только за счет жира такое встречается крайне крайне редко сразу еще раз напоминает уже было неоднократно в роликах но я скажем так расскажу вам об этом сейчас чтобы этот ролик был автономный как проверить если у вас отек или у вас чистое одипозное ожирение да вот все очень просто встаете перед зеркалом напрягаете пресс находите самую самую жирную складку который вам и со всей дури по ней щелбандовите если у вас от щелбана по вашей... по телу да то есть пошли такие как вот волны знаете так squadronrolle и аморфной да и этот отек потому что если у вас чистое одипозное ожирение вы когда-нибудь вот сало простите пробовали по нему щелкнуть по нему волна не пойдет это щелчок будет как щелчок этот плотный достаточно с по структуре тканин да ну вот а если это аморфный вы их по нему щелбандали но так заколыхалась да то это в большей степени отек хотя конечно, жир там тоже есть, да. Так вот, лишний вес, который связан с поездками в отпуск и с переменной климата, климатизации, это практически всегда в 99% отеки. Ну, конечно же, если вы не жрете в три горла на столах All-Inclusive и не бухаете в этих же самых All-Inclusive бесплатный вискарь с Кока-Колой. Это, конечно, совсем другая история. Итак, почему же так у нас происходит? Значит, пожалуйста, обратите внимание, важнейший, важнейший плейлист по поводу отеков, да, причин отеков, какие они бывают, гормональные, лимфатические, так далее, так далее, так далее, да, находится вот здесь вот. А сейчас я вам назову две самые основные причины, по которым у нас происходит вот этот вот самый скачок веса летом или когда мы приезжаем в отпуск или из отпуска. Итак, первое, это температурный режим. Что это такое? Вот здесь вот есть еще один ролик по поводу соли, да, и важности соли в отеках, то есть это натрий, калий, хлор. Вообще соль, натрий, хлор, да, ну вот три элемента, калий, натрий, хлор, которые очень сильно определяют, скажем так, содержание жидкости в нашем организме. Почему? Потому что есть такое понятие изотонический, гипотонический раствор, да, и так далее, и так далее. То есть вам важно, чтобы состав плазмы крови был близок к составу, внутреннюю составу клетки эритроцита, да, иначе в одном случае изоосматическое давление будет сжиматься, в другом случае он будет разрываться, да, то есть клетки эритроциты. Вот. Именно поэтому организм следит за тем, чтобы состав плазмы крови, да, соответственно, натрий, калий, хлор, да, вот эти вот элементы все, электролиты так называемые, чтобы они были примерно одинаковые, находились на как раз вот этом самом гипотоническом уровне, да, то есть там изотоническом уровне, прошу прощения, да. Вот. Что происходит, когда вы вдруг из более-менее там прохладного города какого-то приезжаете в субтропики, например, в Сочи, где я живу, да, где очень высокая влажность, и на сегодняшний момент, вот сейчас, пока я записываю этот ролик, у меня за бортом плюс 35 в тени, и очень-очень жарко, и очень-очень душно, да, вы начинаете активно потеть, вы начинаете активно потеть, терять жидкость, что при этом происходит с организмом? То есть потери лишней жидкости воспринимается организмом как угроза, как угроза к тому, что у нас вот этот баланс изотонический, гипотонический, гипертонических растворов, он начнет меняться, и, соответственно, тушка старается воду задержать. То есть она, разумеется, потеет, потому что нам нужно охлаждение, ну вот, плюс еще влажность, и она старается задерживать воду, даже если вы пьете, даже если вы пьете в достаточном количестве воду, да. Вы увеличили потребление воды, все равно тушка задерживает воду. Почему? Потому что пошел переходный процесс. Терморежим был у вас один, и вдруг через два часа, когда самолет прилетел, да, ба-бах, собственно говоря, вы попадаете совершенно в другую климатическую зону, с другой влажностью, с другой температурой. И вот из-за этого тушка пугается, она начинает задерживать воду. Я это проверял исключительно себе, когда из Санкт-Петербурга, родной мой город, в котором я родился, приезжаю к себе домой в Сочи, то есть стабильно дней 10 я вижу себя залитым, отекшим, хотя я не бухаю, хотя я не ем там сладкого и так далее, и так далее. Где-то через неделю-две у меня этот отек проходит. И это, в принципе, достаточно нормальная ситуация. Значит, еще раз повторяю, что 1 грамм жира. Чтобы накопить 1 грамм жира, вам нужно профицит калорий создать в 9 килокалорий. Соответственно, если вы вдруг набрали 100 грамм лишний, это означает, что вы где-то наели плюс 900 килокалорий, и они все, все, все вдруг пошли в жир. Если у вас за один день привес получился где-то примерно 1-2 килограмма, то это означает 2000 умножить на 9, значит, у нас где-то вы съели 18 тысяч килокалорий лишних, и они сразу же все вдруг в жир. Ну, вы же понимаете, что такого невозможно. Тушка за день больше 50-80 грамм жира не сможет запасти физически чисто из-за биохимических причин. Итак, с акклиматизацией мы разобрались. Та же самая ситуация, когда вы из одного климата приезжаете в другой, соответственно, вы можете точно так же по каким-то причинам, даже если в холодное место, просто из-за процесса акклиматизации тушка стрессует, и она начинает задерживать воду. А вторая причина – это как раз сама вода. Как вы знаете, что в каждом регионе, в каждом среде обитания, в каждом городе есть свой состав воды, который вы пьете, и вы к нему привыкаете. Ваш организм к нему привлекает. У него – это же не дистиллят, да? Это как раз вода, в которой есть тоже какие-то элементы. И организм привыкает их потреблять. Когда вы прилетаете в отпуск, то какая бы хорошая вода не была в магазине, в all-inclusive, в вашем отеле, еще что-то, она другая. Понимаете? И если она другая, организм опять начинает перестраивать вот этот баланс электролитов, калий, натрий, хлор, магний, все, что там в воде в этой самой находится, и пытается привыкнуть, пытается привыкнуть к новой воде. Что, как правило, опять-таки вызывает вот этот самый локальный отек, скачок веса, плюс-минус там полтора, два, три килограмма, в зависимости от вашего общества веса, да? И который сразу же вы видите и на лице, возможно, на складках, возможно, на ваших кубиках пресса, и вполне возможно, на весах-то уж точно, да? Значит, профессиональные спортсмены доходят даже до того, что вот если человек сушится, это атлеты категории про, да, едут на какие-то соревнования из Петербурга, там, Финляндию, предположим, да? Финны, например, гордятся тем, что у них воду можно пить из-под крана. Если вы попросите в Финляндии где-то воды минеральной или так далее, на вас посмотрят криво, просто из-под крана нальют вам графин и поставят, скажут, дайте пейте, да? Ну вот. И это не значит, что, допустим, в Финляндии плохая вода, а у нас хорошая и наоборот, наша бутилированная вода лучше, чем финская. Она другая и требуется период адаптации. И вот, например, профессиональные атлеты могут столкнуться с тем, что они могут поехать в другую страну на соревнования, да? Они привыкли на сушке к потреблению воды определенной, которую они все время потребляют, приезжают на соревнования, а там другая вода. И у них вплоть до того, что даже форма может испортиться, соревновательная форма просто из-за перехода вот с прилетом, да, на новый тип воды. Вплоть до того. Ну, у вас, конечно же, не такая форма. Вам это не грозит и вам это, в принципе, не нужно. Но, тем не менее, переход на другую воду и обратно, да, как правило, тоже может сопровождаться отеком и скачком вот этого самого веса. Ну, вот, на самом деле, вот в жару и в отпуске, если вы не бухаете в all-inclusive, если вы не жрете в три горла, то беспокоиться из-за того, что у вас скакнул вес, совершенно не нужно. Это не жир, это отек. Притом, это отек, связанный с акклиматизацией, с переходом на новую воду. Значит, самое страшное, что может быть, да, это когда человек худел к лету, к отпуску, приезжает в отпуск, встает на весы, видит плюс два килограмма и в расстроенных чувствах, а, блин, ничего не получилось. Идет куда? Правильно, в all-inclusive. И тогда уже через две недели, когда он возвращается к себе домой, это уже будет не отек. Так вот, этого делать не надо. То есть, вы увидели эти два килограмма, продолжайте. То есть, не обязательно они у вас будут две недели держаться, эти отеки. Может быть, и за три дня. Главное, не надо бычи гонить, не надо тушку пугать ничем. Ну, вот, и ни в коем случае на нервной почве не идите и не жрите всякий трешак в all-inclusive. То, что у вас прыгнули эти килограммы, они точно так же спокойным образом уйдут. Это нормальный процесс. Что ж, друзья мои, вот такая вот информация по поводу отпусков. Надеюсь, что она актуальна, потому что вопросов что-то много. Ну, и напоминаю, что с вами был Базилио, канал FreshLife28. Канал о том, как начать и не бросить, но мы жизнь в понедельник. До сегодня это все. Всем пока-пока.